Эгэгэй, ребятки, всем привет! С вами, как всегда, сегодня ТАКС, и сегодня у нас открытие кейсов, да не просто открытие кейсов, как вы понимаете, а историческое, и прислал нам историю Командир ТВ. В общем, он написал нам такой комментарий, собрал, кстати, 89 лайков. Однажды ТАКС решил участвовать в Олимпийских играх, но если добавить здесь политики, то, наверное, меня отстранили из-за допинга и прочих другие вещи, но вы понимаете, о чём я веду речь. Всего было три этапа. Первый этап — пробежать зелёную дорожку с ловушками до Ягуара. То есть, под Ягуаром он подразумевал, типа, напиток, знаете, Олимпийские игры, спорт и Ягуар несовместимые вещи, но здесь шутка юмора, ребята. Так, да, кстати, в скобочках написано «Напитка». 10 Е-спортс летний, собственно, у нас вот они ключи. У нас сегодня Е-спортс, чисто открытие кейсов. Так, второй этап — найти в зимнем лесу 8 шишек. 10 Е-спортс зимний, не понимаю, почему 8 шишек, но 10 кейсов, ну, пофигу, пофигу, ребятки. И дальше, третий этап — на форс-дроп или изи-дроп нам нужно было открыть на весь баланс. Также Е-спортс красный, окупица в этом кейсе, заклинание Филиппина. Бугага поможет обязательно. Окей, заклинание Бугага, давайте, ребятки, у нас еще на добавок будет крафт хот-рода. Так, чисто по фане. Добавим, так, у нас с зеленой дорожки идет открытие, давайте с зеленой дорожки начнем. Открываем с зеленой дорожки, здесь же, естественно, ОК, Ягуара, также нож — это крутые вещи, которые нам, естественно, не выпадают с первого открытия, но пушки здесь очень хорошие в этом кейсе, и это однозначно хороший кейс. И нам нужно открыть все 10 ключей, все 10 сундуков. Сначала зеленой коллекции, а потом синенький зимний. Так, да... О, О, Картисейра, пожалуйста! Почему не Картисейра? Господи, ребята! Немножечко, немножечко. П-2000 Картисейра к нам не прикатывается, и это очень обидно, ребята. Ведь скин довольно-таки хороший, и как минимум пойдет на какой-нибудь крафт или контракт обмен, называть как хотите. Но, блин, обидно, обидно, он же из запрещенного качества. Давай хотя бы статрековскую синечку нам давай. То есть статрековская синька ранжируется у меня как запрещеночка такая, после полева, где-то около того. То есть это уже неплохо. Давайте мы дальше будем открывать эти зеленые замечательные кейсы, которые уже, опять же, всеми забыты. Их никто особо не открывает, поэтому, я думаю, в них может повезти. Но между двумя запрещенками нам выпадает на синее. И сегодня, ребятки, заметьте, кстати, КС-ка у меня на русском языке. Заодно проверим мою теорию. Я вот думаю, что она уже как бы не работает, и гей понял свои ошибки. Можно обратно ставить КС-ку на русский язык, в котором я все понимаю. Так, у нас выпадает P90-вирус, который бы только лишь на контракт обмена пошел. Вот, кстати, выглядит он довольно-таки неплохо. Первый раз его вблизи вижу. Давайте мы выберем следующий кейс. Естественно, зеленый, Е-спорт, летний. Пролетает уже тайна пушка, кстати, в этом кейсе. Что как бы, типа, похоже на намек от Гейба. Но мы не огорчаемся с тем, что нам выпадает пока что одна синька. И остается 4 сундука летней коллекции по нашей истории. Но вообще, знаете, в школе я был очень хорошим бегуном и очень быстро бегал, ребята. Поэтому я думаю, что здесь мне должны мои подарочки-то, да, за школьные бега, вот эти вот победы, прийти. Ну, вы понимаете, да? Давай, 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 давай. Ну, а вы, ребятки, тем временем не забывайте предлагать свои истории в комментариях. Я также разыграю все пушки. Победители прошлого ролика из-под комментариев будут в конце видео. Так что, если вы хотите узнать, кто выиграл, досмотрите до конца. Ну, скорее всего, тот, кто выиграл, уже посмотрел сообщение в Ютьюбе, в личке, и уже забирает свой скин. Но вы, тем не менее, ребятки, участвуете в конкурсе сегодня. Я тоже также в конце скажу, что я буду разыгрывать. Вот, предлагайте свои истории. Не забывайте об этом обязательно. Без истории, кейсы, не кейсы уже, как бы. Так, нам выпадает ССР, как Иксан, и одна синька из этих кейсов валится, что вообще обидно, ребята. Ну, блин. Такие кейсы, в них такие хорошие пушки, на самом деле. И с них, ну, вообще ничегошенькие, ребят, вообще ничего. Ультрафиолет МАК-10. И что-то вот похоже на то, что, ребята, нужно возвращать КС-ку на английский язык. Вот, нужно возвращать её туда, обратно, на английский язык. Что с этим поделаешь, ребят? Ну, здесь даже М4А4 рентген вообще ничего себе не представляет. Самый чмошный на уровне Ауга Хамелеона пушка. Тайного качества, я имею в виду. Ну, мы не огорчаемся, открываем следующий кейс, смотрим, что с него может выпасть. Нажимаем инвентарь, и там 5-7. Синий 5-7, во всех смыслах серо-синий 5-7. Холодный такой, зимний. Кстати, вся коллекция выполнена в синих цветах, в морозных тонах. Собственно, из-за которых мы, ребятки, все сейчас, скорее всего, приболели. Большинство, кто смотрит этот видосик, приболевшие. Потому что уже холоднеет на улице, осень. Но мы, блин, ребят, открываем дальше кейс и смотрим, что с них может выпасть. Ржавая сталь, ребята, ржавая сталь, господи. Давай дальше, давай дальше. И все-таки. Ребят, давайте еще, предложите в комментариях, на какой язык поставить кейс. Я видел, что, когда давно предлагал об этом вам сказать, все выбрали китайский язык, в большинстве написали. Так что я, возможно, поставлю на китайский. Но если вы поменяли вдруг мнение, обязательно об этом напишите мне. Вернуйте мне на английский язык или на какой-то другой. Посмотреть, как там может повезти. Но пока что на русском языке, заметьте. А по сравнению с последними, последними пятью, наверное, сериями по опен кейсу, это, блин, заметно хер... Это заметно вот хуже, прям херовенько, херовато, ребят. Да что за яйца? Ну что такое? Ну почему? Гейб, 20 ключей, 20 ключей, ESports. Их никто и так не открывает. Три ключа остается. Тут только на нож надеяться, я не знаю. Хотя бы АВП электрический вылевый. Это же леденец такой, знаете, который... Да, что сосут чемпионы? Ржавую сталь сосут чемпионы, ребят. Два ключа, два ключа, два кейса. Это издевательство. На самом деле, гейб. Ножик, вот этот вот. Давай, пожалуйста. Золотой такой прикатывается. Вот в последнем ключе это так эпично бы было, слушай. Давай друг друга выручим. Ты мне дашь какой-нибудь дешевый чвошный нож? А я обрадуюсь ему. Ну. Нет, там синька явно, ребят, сразу прикатывается. Просто видно вообще заранее. И давайте тогда сделаем сразу контракт обмена на... Так. Я закупил вот такие какие-то странные пушки, но пофигу. Так, мы сейчас закинем дуэлист вот сюда. Так, выбираем для обмена. Я вот таким вот образом закину. И у нас какой-то довольно-таки странный контракт обмена. Ну. В котором я хотя бы, возможно, получу сейчас эмочку хот-род. И она хоть что-то мне из денежек, которые я вложил сейчас в серию, вернет. А вы, ребятки, понимаете, что каждая серия по кейсам очень дорогая серия. И только на ваши лайкусики я возлагаюсь как поддержку. И поэтому, если сейчас набирается, допустим, уже, ну, 7 тысяч лайков, да, под роликом, то, скорее всего, мне выпал хот-род, потому что для того, чтобы он выпал, вы прямо сейчас должны поставить лайк. Вот. Ну, а если он выпадает, вы понимаете, я его разыграю в скором времени, рано или поздно. И поэтому лайк поставить это в делов-то. Но не об этом речь, ребята. У нас уже исполняется контракт. Я призакрою глаза. Открою через раз, два, три. Я уверен, что там хот-род. Я открываю. И там хот-род! Это самый лучший контракт обмена, ребята. Вот, блин, как никогда хот-род мне падал всегда вообще из контрактов. Я не знаю, в чем заклятие моего аккаунта, но даже не заклятие. То есть я могу просто закидывать один дуэлист и всегда получать хот-род за 5500. Почти что, ребята, я отбил деньги, которые вложил. Сегодня я вдонил опять в кейсочку 10 тысяч рублей, но получил где-то около 6. Не такой уж и жесткий минус. Вот прям сильно не обидно с этого. Ну а мы, ребятки, зашли на форс-дропы. Прямо сейчас я определил победителя из прошлого ролика, который забирает, как вы помните, М-ку шедевр. И у нас это, получается, чувак Ерон. История у него тоже была написана, кстати, под роликом. То есть чувак написал историю, возможно, бы попал в ролик. Но, тем не менее, выигрывает М-ку шедевр, который стоит 3000 рублей. Ну а М-ку чантика с Файер, который я также вставил под условие розыгрыша в комментариях, забирает, естественно, командир. И по его истории мы сейчас должны зайти на этот сайт на форс-дроп. И здесь открыть красные Е-спортс-кейсы. И, возможно, выйти в плюс. Здесь смертоносные кошечки, кстати, красные Е-спортс. Потому что мы в кэске открывали зимний и летний, а здесь красные 2013. И они, в принципе, имеют дорогие шмотки. Это хорошо, это мне нравится. Но, блин, выполните... Ой, АВП-бах! Блин, ребята, плохо-плохо. Под его условием нам нужно выйти в плюс. То есть 2500 на все деньги, которые я вложил на сайт. Вот. То есть хотя бы 2600 вынести. Я, в принципе, условия его истории... Давай-давай, красные гляния, стоп! 400 рублей. Я его заберу, пожалуй. Давайте выйдем еще в плюс. Давайте-давайте-давайте. Мне тоже нравится, мне тоже нравится. За 407 рублей. Но, возможно, после этого мне вообще в этом кейсе ничего не выпадет. Скорее всего, я думаю, так. Да, тусклый полосы нам выпадают, но... Классик неплохой с этого кейса. С этого кейса, в принципе, по 90 и 3 ножичка, вот. Вороненая сталь. Блин, как бы замечательно ее получить. Или керамбит, вороненая сталь. Но выпадает нам что-то статраковское. За 73 рубля. Пока что мы... В нуле. В нуле, если посчитать, что я 407 рублей забрал пушку, а сейчас 2000 рублей на балансе... Да, именно 2000 рублей, то я еще даже на соточку в минусе. Нам нужно обязательно исполнить эту историю. Я буду доталово открывать эти кейсы. Если я ухожу в плюс, то я, в принципе, закрываю этот кейс. Как же это было мерзко, ребята. Сердце у меня просто уже схватилось. Я уже думал, статрек, P90, смертоносные кошечки. Господи! Такие бешеные бабки бы она стоила. Прям... Плюс бы ушел однозначно за все серии. То, что я в КС выложил сегодня деньги. И что сюда заложил. Господи! Какие еще синонимы-то подобрать? Ой, давай, 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 давай. Ну что синька-то падает? За что она не падает-то? Я хочу, хочу реально уйти в плюс. Мне нужно это сделать. Это же мерзко уходить в минус с кейсов. Это же очень мерзко, фу. Ну, P250, пятно, сколько стоит? 200 рублей. Ладно, забираем. Итого у нас уже 600 рублей мы получаем, да, с этого кейса. А надо больше, чем 2500. То есть у нас еще 1900 нужно как-то отсюда вытащить хотя бы по 250 рублей пушки бы падали мне. Да, 200 рублей. Нет, давайте продам. Я такую пушку больше забирать не буду. Но в принципе, в принципе, давайте ее посчитаем в наш баланс, который я потратил. Итого у нас уже не 600, а 800 рублей плюс, если бы я ее забрал. Но это мой уже выбор. Давайте будем так думать. Потому что мне очень огорчок, но смотреть, как баланс-то уже счикивается, да, уже на косарю, наверное. А получается 800 у нас. То есть мы в минусе еще. О, давай, 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 давай. Еще 800 плюс 800. Получается 2600, ребята. 2600. Сейчас мы, если еще получаем что-то, вообще любое оружие, да, в принципе, за соточку даже там. Ну, кейса дороже стоит. Даже если в минус уходим с кейса. Ну, нет, нет, нет. Такое мерзко, такое мерзко. Давайте попробуем что-нибудь выбить дороже, чем 100 рублей. И все. Мы реально уходим с этого красного судука в плюс. С заложенных денег еще остается косарь на открытие тайной пушки. А это очень хорошо. Вот, да, 140 рублей. Мы уходим в плюс с красных кейсов. И у нас остается еще 1200. Если посчитать, что я сейчас выношу пушек на 2600. На 2 даже 700. При том, что я заложил 2600. Я в плане скинов выничанных ухожу в плюс. Еще остается 1200. То есть внутри еще как... Это хорошо, это хорошо, ребята, однозначно. Ну, у нас вот сейчас после открытия тайного, если выпадает, конечно, какой-нибудь очередной. А у Хамелеон мы, мягко говоря, пососем. Ну, да, вот Кракен. Ну, я про это и говорил. Вот, у нас 400 рублей. С жестким плюсом здесь вообще что-то не пахнет, ребята. Давайте засекреченного хотя бы что-нибудь поубиваем. Давай, давай. Хотя бы не меньше, чем стоимость кейса, чтобы мне можно было... О! О май гад! 4600! Все, это топ, это топ. Я уже был готов, потому что сегодняшняя серия будет в минусе. Но нет, ребята, ровно на косарь полтора-две тысячи. Я ухожу сегодня в плюс по количеству заложенных денег в КС-ку. И теперь последний кейс мы открываем. Это запрещенное. И потом я, ребятки, покажу вам, что буду сегодня я разыгрывать. Давай, 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 давай. И получаем мы какую-то хрень, которую я продаю. Все, ребятки, сейчас я забирать буду пушечки с сайта. Итак, в общем, чувак, который напишет нам историю топовую на следующий видос, который попадает, забирает P90 смертоносные кошечки. Они стоят 1801 рубль. А чувак, который просто выиграет через вот этот сайт, да? Вот, допустим, я могу сейчас вот так вот перераспределить. И вот таким вот образом выбрать победителя заново. Ну, я буду это делать при вас. Также, соответственно, забирают у нас хот-род, который мы сегодня скрафтили. Который, между прочим, стоит 5000 рублей. Итого у нас сегодня конкурс чуть ли не на 7 косарей. А если быть точным, на 7 косарей. Вот. Я думаю, дерзайте свою удачу в комментариях. Пишите топовые истории, которые, возможно, попадут в мой ролик. Вот, я их выберу обязательно. И точно так же вы можете выиграть пушку. В общем, ребятки, до скорых встреч. Удачи в кейсах, удачи в жизни. До скорых встреч. Пока. С вами был Такс.